Короче говоря, я заказал еду. Это была среда. Я был ужасно голоден. Настолько, что уже готов был сожрать оленя. Но, к сожалению, Рома не отвечал на мои звонки. Просто недавно родственники привезли ему оленину. А не то, что вы подумали. Но вот служба доставки еды отвечала очень даже охотно. Я заказал себе легкий перекус. Две пиццы, четыре сэндвича, восемь бургеров, шестнадцать наггетсов, тридцать два зуба у меня во рту. Что-то я увлекся арифметикой. Заказ оформлен. Вы скажете, ничего себе, столько еды, это же жесть. Согласен, еды маловато. Просто я на диете. Я стал ожидать свой заказ. Чем бы пока заняться? Взял книгу. Проведу это время с пользой. Подложил ее под диван. Теперь вроде ровно. Развалился на диване. Я закрыл глаза и стал представлять, как уже поедаю эти вкусные блюда одно за другим. А потом все-таки, наверное, перейду непосредственно к еде. Так, стоп. Лучше пока не думать о еде. Посмотрю видосики. Не о еде. На заставке ноута была аппетитная курочка. Зачем я ее поставил? Зашел в браузер. Вел в поиске видео. Гугл стал предлагать рецепты разных блюд. Да чтоб тебя. Но тут позвонили из доставки. Наконец-то. Там сказали, что заказ откладывается на два часа. Потому что у них закончились корки от пиццы. Блин. Я уронил ноут на пол. Он разбился. Нет, не пол. Целиком разбился. И как я теперь без ноута? Все навалилось разом. Еду не доставляют. Ноут разбился. Еду не доставляют. Шкаф в моей комнате начал двигаться. Тут два варианта. Либо началось шкафотрясение, либо что-то гораздо хуже. Это был Рома. Давненько он не появлялся так эффектно. Я про то, что он жонглировал огурцами. Он подсел ко мне и спросил, почему я такой раздраженный. Я рассказал про свои неудачи. О том, что ремонт ноута будет очень дорого стоить. Он сказал, чтобы я не парился и отобрал у меня веник. Достал из рюкзака какой-то ноутбук. Сказал, что это новый Huawei MateBook 13. С такими топовыми характеристиками его цена приятно удивляет. Я спросил, он что, готов просто так мне его отдать? Ты идиот. Сам себе купишь. Ну а пока на, попользуйся. Я взял ноут. А он прикольный. Стильный дизайн. Подсветка клавиатуры. Рома добавил, что отлично держит зарядку. Сделаю на нем кое-что очень важное. Посмотрел, сколько осталось до доставки еды. Почти три часа. Мне снова стало грустно. Но ничего, подожду. По крайней мере, Рома с ноутбуком пришел очень кстати. Мы посмотрели видосы. Поиграли в игры. А еще он отлично потянул 20 открытых вкладок в хроме. Это впечатлило меня больше всего. В общем, это как мой ноут, только на винде. И стоит в разы дешевле. Я вернулся посмотреть, сколько осталось до конца доставки. Еще целый час. Мне казалось, что мой живот вогнулся внутрь так, что прошел сквозь спину. Я уже представлял, как буду орать на доставщика еды. Поставил Рому перед собой. Сказал, что пока порепетирую на нем. Начал орать. Унижать. Рома извинился. Сказал, что больше никогда не будет задерживать доставку. И вообще, сегодня же уволится из курьерской службы. Найдет подработку под Саратовом. И будет жить так до конца своих дней. Кажется, я перегнул. Палку, которую держал в руках. А на Рому я продолжил орать. Я готов ко встрече курьера. Пошел на кухню. Открыл холодильник. Там был холодец. Пожалуй, я не настолько голоден. 50 минут. Я решил отмечать каждую минуту глотком воды из крана. Выпил всю воду. Не знал, что это вообще возможно. 45 минут. Ну ничего, я же как-то раньше сидел на уроках. Вспомнил, как ожидал своего похода в столовку. Я прибегу первым. Съем весь буфет. Рома привел меня в чувства. Сказал, что в дверь кто-то стучал. Сказочно обрадовался. Побежал к двери. Споткнулся. Вывихнул челюсть. О нет. Как же я буду ей жевать? Пофиг. Открыл дверь. Забрал еду. Но моя челюсть и правда не функционировала. Рома помог вызвать врача. Врач вправил мне челюсть. Но сказал, что в ближайшие несколько часов мне нельзя есть и разговаривать. Короче говоря, Серега заказал еду. Огромное спасибо за лайк и подписку на канал. Это очень важно для нас. Кстати, по ссылке в описании вы сможете приобрести крутой ноутбук Huawei MateBook 13. А также рекомендуем посмотреть предыдущие ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр. Ждем тебя снова.